всем привет сегодня мы будем писать такую замечательную картину нежные абстрактные цветы гортензии у меня получилась вот такая нежная красивая картина я в этом видео покажу как я ее написала у меня холст 60 на 40 сантиметров и вот эти краски я буду использовать своей картине достаточно всего лишь пяти цветов значит я разметила примерно как у меня будет нарисован фон выдавила краски на палитру и начинаю свою работу для начала я смешиваю немножко охры и белой краски и вертикальными движениями размазываю ее по холсту создавая тем самым направление цвета фон у меня на картине абстрактный неоднородный поэтому краску я не смешиваю до однородного цвета одинакового а накладываю как бы такими мазками вертикальными движениями потому что снизу вертикальное направление краски не размешивая вот так вот размазываю сверху вниз красочку сверху фон у меня чуть чуть темнее и поэтому я туда добавляю синий коричневый и охры постепенно чуть-чуть добавляя белой краски чтобы ее разбавить но тем не менее верхушка фона у нас темнее добавляю чуть-чуть белого снизу потому что снизу у нас фон светлее весь процесс рисования фона мне занял достаточно много времени но я естественно не буду показывать это эти несколько часов как бы показывает об ускоренном виде что было понятно сама суть значит вверх я накладываю мазками не вертикальными а вот такими крест-накрест вот на вертикальные мазки у меня уже получаются снизу фон абстрактный я вот себе выбрала такую границу которая проходит чуть выше середины темного и светлого и стараюсь следовать свои задумки постепенно добавляя где-то голубой краски где-то охры где-то коричневый где-то черный формируя вот такой вот абстракцию снизу опять же добавляю чуть-чуть светлого белого охры вот снизу сверху снизу сверху постепенно отходя и смотря на свою картину если мне не хватает где-то темноты я добавляю чуть-чуть черного если меня не хватает где-то света добавляю чуть-чуть белого и также цвета вверх я также разглаживаю губочкой для того чтобы чуть-чуть сгладить края и переходы цвета и дальше я пробую работать мастихином смешиваю на палитре краску мастихином и накладываю его на верхнюю часть картины размазывая краску по холсту и тем самым я придаю текстуру где-то чуть-чуть света где-то чуть-чуть еще важно правильно накладывать краску мастихином на холст касаясь одним ребром холста если положить мастихин на холст полностью он будет снимать предыдущий слой краски и как бы прилипать к холсту поэтому берем одно ребро верхнее у меня и размазываем краску которая находится на тыльной стороне мастихина нажатием регулируя слой этой краски на холсте мне нравится эффект который получается очень красиво ну вот уже наш фон вы почти готов важно отойтись посмотреть все ли нас устраивает нету ли где-то выделяющихся пятен которые не гармонируют на общем фоне все ли нравится где чего добавить отойти посмотреть а и и Продолжение следует... Ну вот верхняя часть готова. Теперь мастихином по тертости добавляем и в нижнюю часть более светлого тона. Ну вот фон готов. Он меня устраивает, мне нравится. Теперь я беру свои эскизики, которые я нарисовала и начинаю переносить цветочки на холст. Я нарисовала эскиз для того, чтобы понять, как будет располагаться, какое количество цветочков будет. И теперь я развела краску такую светло-светло-коричневую, чтобы она сильно не выделялась на фоне. И примерно рисую расположение гортензии. Мастихином по тертости добавляем. Мастихином по тертости добавляем. Продолжение следует... Здесь цветочки крупным планом я покажу, как я делаю очертания цветов, на которые буду сверху наносить лепесточки. Я смешала черный, белый и ультрамарин. У меня получился синевато-серый цвет. И вот этим цветом я покрываю первый слой цветочков. Продолжение следует... Значит, в глубине своей цветочки всегда темнее, а по бокам на них падает цвет. И поэтому я делаю цвет более светлым, добавляю в него белого. И по краям более светлым цветом, губкой промакивая. Делаю более светлый тон. Внутри тень, по бокам свет. Таким образом цветочки обретают объем. Ну вот и все. И на них уже можно наносить лепесточки. Рисовать кисточкой. Сейчас я перехожу непосредственно к цветочкам. Лепестки на цветках рисуем по тому же принципу. Сначала немножко темные, которые находятся в тени. Для этого я смешала опять же черный, ультрамарин и белый. И потом по мере приближения к краям я добавляю света. Добавляю белого. И у краешка лепесточки цветочков совсем беленькие делаю. Почти. И так каждый цветочек. Посередине темнее, по краям светлее. Даже не посередине темнее, а снизу. Туда, куда свет не попадает. И так формируется объем цветочков. Делаю небольшую кисточку овальной формы. Беру краску густо и накладываю как лопаточкой. В разные стороны, чтобы получился такой цветочек из 4 лепестков. Продолжение следует... 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 Делаю маленькую дырочку ножницами в уголке пакетика... И проверяю, какой будет у меня стебелек... Пойдет длина такая... И теперь равномерно надавливая на пакетик, я выдавливаю такую колбаску... И получается объемный стебелек... Чуть-чуть... Чуть-чуть приподнимаю пакет, выдавливаю колбаску и как бы накладываю ее сверху на холст... Не касаясь пакетом холста... Продолжение следует... Но опять же повторюсь, в такой картине этого можно не делать... Можно просто нарисовать тоненькой кисточкой стебелечки такие... И листочки... И листочки... И листочки... И листочки... Продолжение следует... Так, сейчас я хочу декорировать сами цветочки, добавить в них текстуры. Поэтому я беру текстурную пасту, размешиваю ее с белой краской, чтобы она сразу имела цвет белый. И начинаю тонким кончиком мастихина наносить такие вот цветочки. Пасту я накладываю чуть-чуть на самый кончик и, касаясь мастихином цветка, делаю лепестки. Поверх уже нарисованных. Там, где нарисованы лепестки светлей, я буду накладывать светлой пастой лепесточки. Где лепесточки темные, я смешаю пасту с белой краской, добавлю чуть-чуть синего, черного и получатся темные лепесточки. И уже поверх темных я нанесу текстурные, тоже темные. Но, опять же, повторюсь, этого можно не делать. Картина сама по себе уже, считай, готова. Как только вы нарисовали кисточкой лепестки, цветочки уже смотрятся красивыми, пушистыми. Если объем этот вам не нужен, то вам это делать и не обязательно, конечно. То же самое и со стебельками. Нарисовать тонкой кисточкой стебельки и оставить вот такие пушистые цветочки. Это тоже будет очень красиво, если кто-то не любит текстуру. Так как я везде пихаю пасту, где только можно. Поэтому дополнительно делаю такие вот объемные лепестки. Вот это уже я смешала серой краской. Чуть-чуть синего добавила. И делаю объемные такие вот теневые цветочки. И делаю объемные цветочки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...